На очередном заседании антинаркотической комиссии в администрации обсудили результаты работы досуговых учреждений сферы культуры по формированию в молодежной среде здорового образа жизни и профилактики употребления наркотических веществ. И здесь лучше слов расскажут цифры. В 2022 году в Домах культуры прошло более 110 родительских собраний, на которых руководители кружков рассказали о первых признаках появления пагубных зависимостей у детей. Были организованы 46 профилактических бесед с привлечением специалистов-наркологов. В рамках месячника «Щелково за здоровый образ жизни» состоялось 50 мероприятий, в которых в июне и сентябре приняли участие более 2000 человек. В рамках федерального проекта в феврале 2022 года Комитетами по культуре и туризму и образованию было подписано соглашение и разработана дорожная карта на 2022 год по реализации межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Учащие образовательных организаций с первого порядка удовольствия посещают директорно-массовые и статистические мероприятия в отношении направленности в Домах культуры. На заседании также обсудили организацию профилактической работы с подростками, которые совершили административные правонарушения. Заместитель директора школы номер 3 Елена Крестова рассказала об этой работе в том числе и на примере воспитательных мер, принятых в отношении 15-летнего ученика, задержанного в полиции за употребление наркотических веществ. Как мы строили работу с ним? Наверное, эта работа должна быть комплексной. Это и интеллектуальная работа социального педагога, который буквально этого ребенка у нас сейчас просто утром встречает, вечером провожает. Это работа классного руководителя, который следит за успеваемостью и посещаемостью. Но ведь очень важно, чтобы у ребенка появилась иная сфера увлечений, чтобы он нашел себя вовне. Комиссия рассмотрела исполнение на территории городского округа стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года. Плановые профилактические мероприятия в Щелкове реализуются в полном объеме. Утвержден план работы на следующий 2023 год. И как главный итог проделанной работы отмечено, в городском округе Щелково снижается число зависимых, в том числе и среди несовершеннолетних. Андрей Циханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.